Информационно-профилактическая акция, посвященная безопасности на дорогах, прошла в Донецке в рамках реализации проекта «Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины». Эта программа финансируется Евросоюзом и направлена на развитие сотрудничества Украины и ЕС в транспортной сфере. Повышение безопасности дорожного движения – часть данного проекта. В Донецке были определены 38 наиболее опасных участков городских дорог и на нескольких перекрестках участники проекта раздавали листовки водителям, пешеходам и велосипедистам. Основная цель акции – это в очередной раз, к сожалению, потому что об этом много говорится, но ситуация очень мало меняется. В очередной раз мы хотели привлечь внимание людей, для того, чтобы иногда, чтобы предотвратить аварийную ситуацию, какое-то ДТП, нужно просто быть внимательным на дороге, уважать друг друга и следовать элементарным правилам безопасности. Вот это была наша цель. Мы раздаем материалы печатные, которые направлены на три группы участников дорожного движения. Активное участие в проекте приняли активисты общественной организации Комитет избирателей Украины. Они уже не первый год занимаются вопросами безопасности дорожного движения в Донецке. Начиная с проекта «Безопасный город», когда мы устанавливали светофоры, проводили акции этики на дорогах, просили водителей пропускать кешеходов, кешеходов соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, сейчас наша организация инициировала проведение консультаций по развитию концепции велосипедной инфраструктуры в городе. Завтра будет круглый стол, заключительный этап обсуждения концепции развития велосипедной инфраструктуры. И вот как раз сегодня эта акция направлена именно на просвещение водителей, пешеходов и велосипедистов. То есть есть как раз листовки для велосипедистов, что они тоже участники дорожного движения и также должны соблюдать правила. Есть обращение к водителям, пропусти пешехода и к пешеходам, не будь бараном, переходи место в положенном месте. Это немножко рисковато, но на самом деле надо менять культуру, надо менять сознание. Мы знаем это с проекта «Безопасный город», когда мы тоже с помощью ГАИ останавливали водителей и помогали людям перейти в зебру. И слава богу, сегодня, спустя уже 6 лет, люди действительно знают, что если они наступают на зебру, то какие-то хотя бы автомобили останавливаются. Участие в акции приняли и сотрудники ГАИ города Донецка. Для них проведение подобных мероприятий тоже не в новинку. Сегодня мы проводим совместную акцию среди пешеходов и водителей, то есть всех участников дорожного движения. Главное вовремя предупредить дорожно-транспортное происшествие. Поэтому мы всех призываем быть взаимовежливыми на проезжей части, на дорогах нашего города, соблюдать правила дорожного движения. Потому что основной причиной ДТП, как мы знаем, является это нарушение правил дорожного движения. Если бы все соблюдали, как водитель уступал дорогу пешеходам на пешеходном переходе, а пешеходы переходили только в положенном месте, мы бы смогли избежать большинство дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы, получили телесные повреждения. Бывают случаи, что и погибают пешеходы на проезжей части. Впрочем, непосредственно раздавали листовки и рассказывали о необходимости соблюдения правил дорожного движения волонтеры проекта, студенты и преподаватели Донецкой Академии Автомобильного Транспорта. Это по собственной инициативе. Я состою в международной студенческой организации «Айсик». Мы занимаемся развитием студентов. И мне хотелось бы, чтобы молодежь была более образованная, и чтобы знали хотя бы элементарные правила дорожного движения. Они делали вот так, как вы сейчас видите. Перекресток улицы Артема и проспекта Павших Коммунаров был выбран местом проведения акций не случайно. После изменения разметки и переноса пешеходного перехода здесь достаточно часто случаются аварии. Мы не случайно выбрали данное место, так как оно является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Здесь сейчас пик движения пешеходов в утреннее и вечернее время, когда все люди двигаются то ли на работу, вечером это с работы. Водители и нарушители останавливают инспектора ГАИ, проводят с ними профилактические беседы, раздают листовку. Напоминают еще раз о недопустимости нарушения правил дорожного движения, быть взаимовежливыми на дороге. То есть проводятся профилактические действия, даже мы своим присутствием дисциплинируем водителей и напоминаем еще раз о соблюдении правил дорожного движения. Как это не удивительно, но многие водители поддерживают проведение информационных и профилактических акций. Важность в профилактике все-таки движения, потому что сейчас за рулем очень много находится, как говорится, нестандартных водителей, которые принимают решения не по правилам, как говорится, движения. Поэтому, в принципе, профилактика со стороны ГАИ должна быть, наверное, всегда актуальна. Среди пешеходов подобное понимание встречается не всегда. Наши люди не очень боятся сотрудников ГАИ и, похоже, еще меньше боятся попасть под машину. Некоторые люди действительно удивляются, что действительно нету и переходят. Некоторые говорят, а, я опаздываю, а, не трогайте меня или отвалите, ну и так далее. Вот, то есть, ну, люди прислушиваются, большинство есть такие, что нет, к сожалению. Я думаю, в результате люди будут элементарно знать правила дорожного движения и, если же их не смущает то, что их может сбить машина просто, если здесь нет перехода, то, я думаю, хотя бы совесть их помучает. Те, кто занимается проблемами дорожного движения достаточно долго, говорят, что подобные акции, может, и не дают сиюминутного эффекта, но служат для привлечения внимания к проблеме. Разовые акции, конечно, такие там, пятиминутные, они просто дают маленький звоночек, да, ну, для актуализации проблемы, потом идет сообщение в СМИ, потом идут какие-то очередные общественные слушания. Мы объясняем людям, что если им неудобно в данном месте переходить дорогу, то напишите письмо в ГАИ, возможно, вы получите аргументированный ответ, почему здесь нельзя переходить дорогу. Иногда ведь люди нарушают правила не потому, что они любят нарушать правила, а потому, что они не понимают обоснования. То есть, если есть обоснования, что это опасно в данном месте для вашей жизни, или это создает там дополнительные пробки на дорогах, то тогда люди с большей готовностью соблюдают правила. Поэтому маленькими шажками, на самом деле, то есть, такими акциями, я знаю по опыту безопасного города и наших акций «Этика на дорогах», есть места, где водители привыкли благодаря таким акциям останавливаться и пропускать пешеходов на зебре. Поэтому капля камень точит, я верю в то, что что-то делая, можно что-то изменить, а ничего не делая, ничего не изменишь. К сожалению, в том, что проблема существует, сомневаться не приходится. За прошлый год на дорогах Украины порядка 5 тысяч человек погибло и около 40 тысяч были травмированы. Сергей Болдрев, Первый муниципальный. Субтитры создавал DimaTorzok